fastrader.ru, аденов линейдж по лучшим ценам. Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас не совсем обычный выпуск. В этот раз мы не будем рассматривать историю чего-либо, а немного поближе познакомимся с тем, что нас окружает. И начнём мы, пожалуй, с самой величественной постройки людей, города Адена и его прилежащих территорий. Ну что ж, поехали! Аден – политический, культурный и религиозный центр континента. Сердце одноименного королевства. Построенный внутри широких внешних замковых стен, размахом и великолепием несравненный город Аден соответствует своему положению в столице королевства. Город утопает в роскоши. В отличие от северян, тут верят, что элегантность всегда в цене. Ресофлавния напоминает путешественникам о великих жертвах святых, благодаря которым и построен этот город. Может показаться, что в Адене очень много обитателей, однако это не так, ведь город находится очень близко к Элмору, что приводит к тому, что некоторые побаиваются тут жить. Однако город под надёжной защитой. За спокойствием и порядком в Адене слезят две гильдии. Воинская, которую управляет мастер Седрик, основатель школы Седрика на Говорящем Острове, и магическая, которая, по словам магистра Десмонда, скоро превзойдёт по силе магов из башни Слоновой Кости. Но несмотря на это, жители часто рассказывают о странных событиях, происходящих в городе. Прогуливаясь по Адену, не упускайте возможности послушать, о чём шепчутся местные жители. К примеру, тёмные эльфы, обитающие здесь, советуют не поддаваться чарованием красивых улиц и зданий. Магистр Олтли предупреждает, что часто под самой красивой клумбой может скрываться логово змеи. Торговка Холли нехотя рассказывает о интригах, которые плетутся в городе. По её словам, аристократы и крупные военные лидеры вступают в сговор, дабы свергнуть нынешнего правителя и утвердить свою власть, как было уже не раз с момента поражения первого короля замка Адена, Мадео Кадмуса. Из-за смуты в окрестностях города снова начали происходить беспорядки и странные вещи. Люди обратились к повелителю племенники Кей с просьбой оказать им помощь в неспокойное время. Прародители орков Мартаникус из Пещеры Испытаний и Адноут из племени Дудомара сказали, что это как-то связано с вечной зимой. Это единственное, что способно вселить страх в горячие сердца орков. Гномы, проживающие в Адене, встревожены взрастанием количества заказов на оружие от охраны Адена. Торговец с минералами Шутнер уверен, что грядет большая война. Но не только это тревожит жителей города. Специалист по питомцам Лемпер пересказывает слухи о том, что кто-то собирает яйца драконов и змеев. По его мнению, кто-то желает собрать армию драконов. А вот мастер Дурага из расы Камаэль, в отличие от жрицы Флавнии, утверждает, что город построен на войне, крови и насилии. И чувствует, что это место нечисто. Храм Адена считается одним из прекраснейших строений в государстве. По легенде, его возведение заняло гномов-ремесленников из Шутгарта несколько десятилетий, а изящные декорации и фасады были сделаны вручную эльфами. Самый большой замок – это замок Адена, поддерживаемый величественными колоннами, окруженный обширной внешней территорией, включающий замковые окрестности и город. Размером, протяженностью и роскошью он превосходит все замки континента. Также Аден широко известен как сильно защищенный Эстадель. Он был построен гномами в стиле эпохи гигантов. Стоит на огромных опорах, которые создают ощущение неприступности замка и вызывают трепет в сердцах самых храбрых врагов. Кузнец Вильберт говорит, что если бы не усилие кузнецов гильдии черной наковальни, это была бы просто куча щебня. Даже если все армии Элмора отковали бы одовременно, этот замок с легкостью могли бы отстоять всего лишь 5000 воинов. Взять его можно только предательством. Поэтому главная задача стражей состоит в том, чтобы проверять всех подозрительных посетителей, которые могут разузнать секреты и выдать их врагам. Мы рассказали практически все, что знаем про город Таден. А теперь давайте поближе познакомимся с окрестностями этого города. Деревня Охотников Южная часть Тадена всегда кишела опасными монстрами. На протяжении длительного времени охотники, ищущие редкую дичь и денежное возрождение, стекались в это место и постепенно основали здесь поселение. Поэтому это место стало известным как Деревня Охотников. Повелитель Адена уважает крабрых жителей деревни и в некоторой степени признает их автономность. Однако, с некоторых пор тут начали собираться преступники, и ни для кого не секрет, что гильдия шпионов и убийц, известная как гильдия мошенников, обосновалась именно в этой деревне. Лес Зеркал С первого взгляда кажется, что в этом лесу нет ничего, кроме деревьев и тумана. Однако, этот лес коварен и опасен. Именно тут найдены странные призраки создания Шилен. Эти существа, также известные как Темные Дети Зеркал, обладают способностью появляться в облаке представителей других рас, например, людей или элифов. Так как они лишь имитируют других существ, не имея собственной сущности, Дети Зеркал испытывают только враждебные чувства к другим расам. Ангельский водопад Этот водопад низвергается с потерянного плато, что выше облаков. Это самый высокий водопад на континенте. Жители Адена, восхищаясь величественным видом, верили, что его создали ангелы, и назвали это место Ангельским водопадом. Также, согласно легенде, в водопаде скрывается гнездо злобного существа. Существо принимает табличи человека и пожирает ничего не подозревающих прохожих. Зачарованная долина Несмотря находившие слухи о том, что фею уничтожили во времена Элмарадена, они всё это время скрывали Зачарованной долине. Когда волшебные пыльца и крылья феи получили популярность, как изысканные предметы коллекционирования среди аристократов Элмарадена, на феи началась стихийная охота, поставившая их на грани с честновения. Абелиус, король фей, спасая свой народ, привёл их в эту местность, где они жили невидимыми для внешнего мира до сих пор. Феи боятся открыть существование людям, поэтому редко выбираются из долины. Печера гигантов Много веков назад, задолго до того, как появились нынешние расы, существовала великая раса гигантов. Однако боги разгневались на них за их высокомерие и непокорность и разрушили их цивилизацию. В те легендарные времена гиганты укрылись от гневного взгляда инхазад, уйдя в пещеры затерянного высокогорного плато. С течением времени они деградировали до такого состояния, что попали под управление собственных механических устройств. Некогда образованные и гениальные, а теперь несчастные и пропащённые машинами, гиганты потеряли статус высшей расы и опустились до положения низших созданий. Однако их огромные крепкие тела до сих пор вызывают страх у людей. Раскалённые топи К северу от Адена находятся раскалённые топи. Это чудовищное море огня, покрытое расплавленной породой, хотя со стороны оно практически ничем не отличается от любого другого болота. Говорят, что когда-то здесь был прекрасный сад, посаженный эльфами в знак дружбы с человеческой расой. И самым прекрасным было огромное дерево, растущее посередине. Дерево – это было родственником дерева матери из Лефийской деревни. Но после того, как Пагрио во время войны обрушил сюда всю свою мощь, некогда прекрасные деревья превратились в тлеющие пни, которые, по слухам, ожили и до сих пор бродят по выжженной долине. А горящий остров огромного дерева до сих пор дымится посреди долины. Чтобы защитить соседние земли от бушующего пламени, король Рауль приказал выкопать канаву по краю болота. Башня Дерзости Известна она любому жителю Адена как место заточения императора Баюма, жаждущего пристесилу богов. Для этой цели он приказал воздвигнуть башню до небес. Однако, такая затея не пришлась по вкусу богам. В наказание они заточили императора во его же творении. Как бы там ни было, башня теперь известна как Башня Дерзости из-за воскомерия короля, который её воздвиг. Более подробно о Баюме мы расскажем в следующих выпусках. Пока что, давайте продолжим нашу прогулку по земле Адена. Кладбище королей Кладбище со времён Аламарадена служило последним пристанищем для членов королевской семьи и святых. Здесь же покоится и сам король Рауль и короли, которые были до него. К сожалению, из-за частых войн и вторжений уход за кладбищем прекратился. Могилы были заброшены и стали подвергаться частым разграблениям. Кроме того, ходят слухи о том, что на территории кладбища начали происходить странные события. Запретные врата Благодаря взаимодействию гигантов, людей и инхазад, Шилин была запечатана за семью печатями. Но согласно пророчеству, настанет тот день, когда Шилин воскреснет и проснётся. В мире появится воплощение Шилин. Организация Эмбрио открывала печать одну за одной. Открыла глаза Шилин, но у неё не хватило сил и ресурсов даже через жертвоприношение довести опрят воскрешения до конца. Сам алтарь Шилин находится в закрытом подвале, а вход к нему охраняет монстр, созданный организацией Эмбрио. На этом наше знакомство с Аденом подошло к концу. Если мы что-то упустили из виду, или у вас есть предложение по улучшению, смело оставляйте комментарии. Также не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Вайт, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok